Здравия желаю. Так, сегодня поговорим о энергии свободной. Немного. То я вот проделывал опыт, и там писали, что это не так, это не сяк, этого не может быть. Однако, я сегодня провел опыт, даже как я показывал в первом ролике, реле заедает, даже без реле подключил, вот этот моторчик, на 110 ватт. Так. И что он показывает? Сейчас покажу. Так. Он показывает, вот что, даже без реле, затраты 90 ватт, так, а мотор этот 110 потребляет. И не надо вот говорить про холостой ход. Холостой ход работает вот на этих моторах, где нет магнита. Он там работает, пока магнит, пока его, как говорится, не подключат к батарейке, катушку. И когда магнит, он уже не на холостом ходу. Получается, видите, даже без реле, без реле. Лампочку подключил, лампочка 45 ватт. 90 ватт был траты по щетчику. Лампочку подключил, значит, на 9 вольт. Питание было, она на 12, то есть 45 ватт получалось. То есть, и плюс сам мотор, 82, видите. Получается 127,5, даже не применяя реле, а мрол. КПД, 141 процент. Видите как. Так. На магнитном моторе. А дальше, значит, его без лампочки прогнал. Значит, без лампочки 126 ватт. Но напряжение я подал. Больше он, правда, грелся. Но тут надо, наверное, к нему вентилятор еще приделать. И получилось, вот. 126 ватт потребления со щетчика было. В час. А выдает 206 ватт. Так как он, значит, напряжением напряжением он на 12, а на него подавал 22,5. 22,5. Подал на него. То есть почти в два раза больше. То есть 206 ватт. И тут КПД вышло, видите. Даже без реле 163 процента. Но я просмотрел в интернете. Думаю, может, не так. И нашел. Оказывается, все так. Видите, что я нашел. Например, если двигатель на 50 киловатт, 50-100 киловатт. При 3000 оборотах у него потребление ноль. на холостом ходу. Видите как? Вот, смотрите. Чем больше оборотов, вот видно здесь, даже слабый мотор, вот как этот, от 100 ватт до 500 ватт. Вот, видите. Если 600 оборотов, слабые обороты, 95 процентов потребляет. 750, уже 90. Видите, 85, 75. 3000 оборотов, 60. То есть, чем сильнее мотор, тем при разгоне он меньше потребляет. Видите, здесь вот стоит. ноль при 50 киловатт. Это о чем говорит? Это говорит, что для БГТ, для хорошего БГТ, надо применять моторы, во-первых, с магнитом, с постоянным, чтобы сразу было видно потребление. а во-вторых, обороты у него, видите, должны быть не меньше, даже 3000, у него тут вот на 50 киловаттах ноль потребления. Видите? От 50 до 100 киловатт. То есть, если мотор будет 50, от 50 до 100 киловатт, так? И если дать не 3000, не 3000, а, допустим, как вот у меня 15 тысяч, 5 раз больше, то получается, он в 4 раза больше выдаст свободной энергии. Видите как? То есть, это я не придумал. Это и показали опыты. Когда на 220 подаёшь вот этот мотор, производительность увеличится, как сказать, не арифметически, а геометрически в прогрессии. То есть, умножается, не прибавляется, а умножается. Поэтому, для постройки хорошего БГТ нужно применять что нужно? Магнитный мотор. Магнитный мотор как можно большей мощности и как можно больше оборотов. Ну вот я не видел даже не магнитные. У меня самый мощный вот 17 тысяч оборотов. Больше нет. А если применять 100 тысяч оборотов, представляете будет какой КПД? Там тысячи процентов. И это всё даже, видите, на опытах доказано. Тут, правда, нету, но видно, что эта пропорция сохраняется, видите? Чем больше обороты, вот начинается 95 процентов, 90, потом 60. А вот мощный 60 процентов, 55, 50, тысячи оборотов 45, 1500 оборотов 40, 3000 оборотов 0, потребление 0 у него. Когда он набрал 3000 оборотов на холостом, у него потребление 0. это даже без магнита. А магнитный, магнитный, он даёт ток обратно в сеть. И у него, у него холостого хода по существу нету. То есть, есть и, понимаете как, тут вот спрашивали, они не понимают, что. Когда вот я магнитный запускаю, вот на холостом ходу, у него нет холостого хода. Вот что. Так там магнит. Он просто, если ты на него нагрузил больше, он просто снизит снизит обороты, снизит обороты и всё. То есть, больше отдаст на потребителя. Сюда меньше себе, а на потребителя больше. А не то, что там это прибавится. Это магнитный по-другому. Он обратимый. Магнитный он обратимый. То есть, он в одну сторону берёт, если в него подаёшь, а если его крутишь, он даёт ток. Поэтому я и говорю, что можно и применять без реле схемы, но применять большие моторы, большие моторы, мощные, как можно мощнее и как можно больше оборотов. ими. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Продолжение следует...